Сегодня ночью еще один мотопилот влетел в сводку ДТП по Екатеринбургу. Причем авария, имевшая место южнее южной подстанции, получилась практически безфигурантной. Машина, столкновение с которой байкер отчаянно старался избежать, осталась таки неприкосновенной и спокойно покинула место происшествия, в котором как бы и не поучаствовала. Зато вместо нее здесь собралась, так сказать, группа поддержки мотобрата. Все произошло на пока что еще тупиковом участке Екатеринбургской автодороги много лет авансом именуемой ЕКАД. Как и в случае с КПСС, буква К в этой аббревиатуре означает цель, то, что в конечном итоге в светлом будущем должно быть построено во имя всеобщего блага. Водитель пермского грузовичка двигался позади байкера с горного щита по Полевскому тракту и на круговом спуске с него на ЕКАД в сторону Московского тракта его обогнала Лада Гранта. А в это время, как сообщили уже в ГАИ, мотоциклист выезжал сюда же из тупика по ЕКАД с превышением скорости. Поэтому, уходя от столкновения с Грантой, он энергично экстренно тормозил, его замотало и через несколько десятков метров он упал, врезавшись в отбойник. Она нас обогнала, мы, получается, ехали по правой полосе, и она выехала. А с кем столкнулась? С мотоциклистом. Ну, удара не было, но падение произошло. Байкер одет был по-летнему легко, никакой мотоциклетно-защитной спецодежды. Ладно, хоть был в шлеме. В общем, без травм не обошлось. Сначала еще на ногах стоял, потом, ну, лежал долго. На скорой пострадавшего с подозрением на перелом ноги увезли в травматологию, надо думать в отделение для мотоциклистов.